Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Привет от свитеров с оленями и треников с оленями. Привет, мои дорогие. Ну что же, пока вы подсобираетесь, заходите ко мне в эфир. Хотя я не взяла Wi-Fi, но, видимо, и так нормально. Маникюр у меня совершенно обычный. Я переделала из золотого простого френч. Лена, привет. Все аппаратные процедуры вредные. Ну, давайте так, начнем с того, кто из вас делает уколы красоты. Кто делает гиалуроновую кислоту, кто делает мезотерапию. Нет, это не вакуумная чистка. Еще кто что скажет. И представьте, что, в принципе, это не больно. Так, из вас никто не делает. То есть вы все еще у меня молоденькие, свеженькие и ничего не делаете. Это прекрасно. Значит, сейчас я вам расскажу, как сделать все то же самое, но избегая того, что, например, я очень сильно всегда боюсь и что всегда стараюсь избежать. Но у меня это мало получается. Да, похоже, как наносят тоналку. Да, тоже есть такая ассоциация. Это не микроток. Нет, тоже неправильно. Продолжаем. Если бы я работала сейчас в программе с экстрасенсами и сказала угадывать, то у меня бы был большой штраф. Но не угадывать. В этом случае, вернее, можно это назвать и угадыванием. Видите, мы наносим состав, который, если бы вы делали это шприцом, был бы в шприце, который бы вам вводили достаточно глубоко, а может быть и не очень, под кожу, дабы ваша кожа стала сама вырабатывать эластин, коллаген и работать. А вот этот вот интересный приборчик, который сегодня мне... Ольга, да? Ольга Карерас. Ольга Карерас. Потому что я забываю. Фамилия какая-то испанская. Каталанская. Каталанская фамилия. Именно оттуда, из каких-то дальних европейских краев, Ольга привезла вот эту чудо-машинку. Ольга, расскажите про неё немножко, если можете одновременно делать и рассказывать. Если нет, будете рассказывать, а я буду передавать читателям. Сколько игл находится в этой машинке? 12 игл, не усиленных радиочастотами. Это очень хорошо для пациентов, у которых радиочастотные, радиоволновые процедуры находятся в противопоказании. А противопоказания есть у многих, потому что радиочастотные, они всё-таки могут провоцировать какие-то онкологические вещи, которые нам абсолютно не нужно провоцировать. Хочу вам сказать, вы многие задаёте вопрос, больно ли это. Это не больно. Мало того, сегодня у Сёмочка сейчас спит в машине, и мы идём сейчас с ним на премьеру Яны Рудковской «Снежный король». Поэтому там будет огромное количество прессы, и я должна быть красивой. Поэтому, что меня ещё подкупило в этой процедуре, которую сейчас мне делает Ольга, что можно, сделав эту процедуру, иметь эффект от той самой гилоуронки, после которой я 4 дня сижу безвылазно дома, потому что лицо моё нельзя показывать широкой общественности. Но с тем же эффектом мы останемся с гладким лицом. Поэтому без папул, без синяков, которые бывают, как ни крути. Так, я пока закрываю глаза. Вы наблюдаете, хотя один глаз я могу открыть. Мы уходим в линию роста ресниц. Нет, она не радиочастотная. Как частотная? Там никакого физиовоздействия электрического, ультразвукового нет. Там с частотой 1 250 000 инъекций за процедуру идёт вбивание препарата, введение его, инъецирование на глубину, которую доктор сам решит. Оценив состояние кожи пациента, поставленные задачи. Это может быть от 0,1 мм до 2,5 мм. Сколько стоит вопрос номер 1? Сколько стоит что? Сколько стоит, наверное, процедура. Правильно, ребята? Вы мне такой вопрос задаёте. Сколько стоит процедура? Но, видимо, стоимость процедуры зависит от того препарата, который мы будем вводить. Правильно, Ольга? Правильно. Потому что процедура эффективная. Даже если препарата никакого нет. Например, у нас есть на поверхности кожи рубчик, и нам хочется его пришлифовать. Пациент после пластической операции. И нам нужно сделать так, чтобы рубец был элегантный и невидимый. Если мы делаем процедуру с препаратом плазмотерапии, я не беру плазму-плазму. Я говорю только про швейцарскую технологию. Режин ламп из разрешённых на российском рынке. Она одна обладает клеточным потенциалом, ярко выраженным. Это мы тоже сделаем. А называется это вот... Вот это Дермапен. Дермапен называется. Ребяточки, вот эта машинка называется Дермапен. Очень много иголок, которые входят. Вопрос такой. Убирает постакне. Убирает постакне. Убирает мелазму очень хорошо. Если зайти на страницу, был обычно там доктора, доктор.карерас, нижнее прочёркивание косметолог, то фотографии до и после при мелазме, при расстройствах пигментного обмена, вы можете увидеть. Короче, друзья, страничка в инстаграм ваша есть? Есть. Как звучит? Др, точка, доктор, точка, карерас, первая буква как С русская. Ребяточки, в инстаграме тоже Ольге есть страничка доктор, то есть ДР, точка, карерас, карерас, нижнее прочёркивание косметолог. Косметолог, в общем, короче, очень длинная страница, очень длинная. Выложу ли я у себя эту клинику в инстаграм? Ну, выложу, раз уже вы у меня заинтересовались, потому что интересная, для меня вообще восхитительная находка, поскольку не оставляет следов. По цене уже будете всё непосредственно переписываться с доктором. Я думаю, что если мы с вами напишем там какой-то хэштег или как это называется, блюданс, то у вас будет, может быть, какая-то приятная скидка или какой-нибудь приятный бонус. Однозначно, будет и скидка, и бонус, да. Вот, поэтому вы, ребятки, как мои постоянные слушатели, читатели, смотрители, получите какое-то преимущество обязательно. Пароль будет Эвелина. Пароль Эвелина. Пароль Эвелина. Вот, вы видите, что это абсолютно не больно. Сейчас я выложу пост у себя, вы посмотрите точно уже инстаграм Ольги, сможете ей написать, узнать, позвонить, короче, узнать все тонкости, которые вы сейчас не расслышали или не поняли. Не поняли. Да. Ну, никакие уколы не нужны, понимаете, всё равно нужен куколка. Я, конечно, куколка, но следить за собой мы обязаны, тем более, когда приходит возраст. А когда возраста нет, то мы обязаны делать профилактику, чтобы наша кожа смогла более активно бороться со старением и вырабатывать нужные для этого вещи. Поэтому, вот, собственно говоря, мы сегодня здесь. Шея тоже это очень важная. Над поверхностью щитовидной железы мы можем работать, потому что мы ничего агрессивного не посылаем ей навстречу. Мы работаем в пределах эпидермиса. И для щитовидной железы это только дополнительные вещества, которые в природе существуют в этой области, как во всех других. Не более того, мы занимаемся бьютификацией кожи. Конечно, можно сделать красивый нос, скулы, сделать необыкновенные губы. Но если кожа плачет и хочет пить, если она голодная и хочет есть, то вид у неё будет всё равно изголодавшийся. Да. Когда мы делаем шею, надо не забывать вот эти надключичные треугольники. Да, обязательно. Их обязательно надо проходить. Ну, я взяла для Евелины специально большой шприц, уж если про бонусы, потому что я не люблю делать лицо, шею, декольте и забывать про руки. Мы сделаем и для рук. Да, я руки тоже очень люблю делать. Женечка, привет тебе, деточка. Привет, моя маленькая. Привет. Можно ли делать эту процедуру после операции на щитовидной железе? Вопрос. Сколько времени прошло? Главное, чтобы рубец сформировавшийся был, и можно, и нужно. Слышали? Да, мои дорогие. Надо, чтобы сформировался рубец, и тогда уже, конечно, это даже нужно, потому что это поможет сохранить эстетический вид и шеи, и рубец сделать более незаметный. Давидик, привет. Я понимаю, что тебе 5 лет, и тебе это неинтересно смотреть, но, тем не менее, тебе привет, и с наступающим Новым годом, чтобы Дед Мороз принёс тебе больше подарков. Можно ли это делать кормящей маме, вопрос? Кормящей маме. Если мы установим щадящие параметры и уже положа руку на сердце, чтобы не было даже остаточного всасывания анестетика с поверхности кожи, то, в принципе, это веление делаем шею. Больно? Нет. Нет. Поэтому мы можем спокойно делать эту процедуру, используя, например, только гиалуроновую кислоту, не ретикулированную, стабилизированную. Почему нет? Она присутствует в организме? Пожалуйста. Можно. Итак, как часто необходимо её делать? Ну, я задала тоже этот вопрос Ольге. Делать можно курсом. Раз в месяц. Раз в месяц. Вполне достаточно для того, чтобы нашу кожу взбодрить и заставить её работать. Сколько это стоит? Сто раз мне задают этот вопрос. Опять же, трудно сказать, смотря какой вы будете вводить препарат. Ну, скажите, вот тут уже мне написали кто-то 35 тысяч рублей. Вот что-то сильно. Нет. Но если мы, например, возьмём швейцарскую плазму режима и будем работать с плазмой, то действительно цена какая будет. Ну, а если мы просто этой иглой вводим какие-либо препараты? А это будет зависеть от стоимости препарата? Ну, приблизительный. Размах. От 12 до 36. От 12 до 36. Но это мы говорим уже о каком-то курсе или об одном введении? Об одной процедуре. Об одной процедуре. Ну, вот получается в месяц где-то порядка вам нужно будет потратить, да, 12 тысяч на эту процедуру. И не уже резать. Но это вам месяц, вот вы посчитайте, что в течение месяца вам больше не нужно будет ничего делать, ну, умываться там, ну, делать какой-то, да, уход. Да, да, да. Вот. Ирина Журавлёва, привет, с наступающим Новым Годом. Процедура называется, делается процедура дермопеном. Дермопен. Это много иголочек в такой специальной машинке. Это не больно, но это доставляет нужные все вещи в нашу кожу. Спрашивают, а мужчинам это полезно? Мужчинам очень полезно. Если, ну, такой вариант. Некоторые мужчины лысеют, их это не волнует вообще никак. А для кого-то это делается просто из-за эффект. Так вот, введение технологии дермопен собственной плазмы, пиопи, плетолитричеплазмы, даёт ощутимый эффект прироста массы волос после второй-третьей процедуры. Я имею в виду андрогенового лапетчевого. А мы вам не рассказали, что эта история, вот именно дермопен и введение, вот так отвечу сейчас, вот это, онкологии щитовидной железы прошло 5 лет. Можно ли? Можно. Можно. Уже абсолютно можно и даже нужно улучшить шовчик и улучшить качество кожи на шее. Уже немножечко у меня отрывается рука, держать телефон. Быстро отвечаю. Трансляция с Сёмочкой будет. Подкрасления, естественно, видны, но сейчас мы сделаем альгинатную маску. Теревю, да. И всё это пройдёт. Полиночка Иноземцева, привет. Сёмочкой трансляция будет, если будет на ледовом шоу Wi-Fi, то мы обязательно выйдем в прямой эфир и даже покажем какие-то сцены с Плющенко на льду. Сейчас я вас всех целую. Увидимся скоро. Пока-пока. Рука болит. Так, сейчас я секунду заберу. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок